Привет всем, дорогие друзья! Тема сегодня – тень или сень. Мы планируем поехать в Крым в определенное время, как семья, немножечко отдохнуть и побыть, конечно, на некоторых пляжах. И вы знаете, когда вы выбираете какой-то пляж, что очень важно, тот вопрос, который я задал определенным личностям. Ребят, вы были на пляже? Да. Есть ли там тень? Есть ли там тенек? Потому что жарится, как рыба на сковородке, в течение всего дня никакой охоты и никакого желания нет. Можно быть в тени, и можно быть вне тени. Что такое тень? Это осенение. Это сень, да? Это покров. Для чего нужна тень? В физическом. Почему мы ищем тенек? Почему мы ищем тень? Тень – это покров. В тени ты скрываешься. Тень – это защитный покров. Она охраняет тебя. Тень – это прибежище. Это место отдыха. Это освежение. В жаркий, знойный день. Чтобы от жары и от зноя уйти, нужна тень. И мы видим, что когда ты в тени, день может быть жарким, знойным. На солнце может быть одна температура. Но все мы прекрасно знаем, что в тени будет другая температура. Ниже. И тень позволит нам расслабиться, отдохнуть, наполниться силами, обновиться в силах, освежиться, ободриться. Так же тень может быть от града, от дождя, от ветра, от бури. Поэтому, когда строится дом, он имеет крышу. И крыша обеспечивает покров. Так называемый покров тени, тень. И что-то негативное отделяется тенью, сенью от тебя. То есть, так, во всяком случае, мы знаем, происходит работа в физической. Что есть физическая тень? Когда есть источник физического света, будь то солнечный свет, будь то свет электричества, который высвобождает свет, на пути этого света, если поместить какой-либо объект, этот объект преградит и остановит этот свет. Свет продолжит свое движение, но объект сформирует тень. Тень, она формируется. она формируется объектом. И мы посмотрим дальше, как тень может формироваться личностью. И формируется, формируется личностью. Но есть духовные тени. Потому что все, что мы имеем в видимом, оно произошло и высвободилось из невидимого. Невидимое сформировало видимое. Есть духовные тени. Есть тень или сень света. Божья сень. которая формируется посредством света Божьего. Которого никакой объект не может заслонить. Потому что свет Божий это не сотворенный свет, а несотворенный свет. И несотворенный свет Божий никто не может преградить и остановить. Бог и его свет проницает все и проницает насквозь все объекты. Божий свет никто не может отклонить и никто от него не может спрятаться или уклониться. но есть также тень не Божья. Скажем даже не Божьи тени и Божьи тени. И человек физически ищет физическую тень. в книге Иова 7 глава 2 стих сказано как раб жаждет тени. Физически когда это нам необходимо важно мы жаждем тени. Где-то жара зной ты где-то идешь. Что ты жаждешь? Ты жаждешь тенька. И когда ты в тенек приходишь совсем другая атмосфера. Тень это также атмосфера. Тень образует атмосферу вокруг нас. Она способна покрывать потому что тень образует покров. Тень это также субстанция в духе. Тень это также регионы. И эта субстанция и эти регионы тени сеней они влияют на тех на кого они распространяются. сказано даже что человек и жизнь человеческая она подобна тени. То есть она недолго в одном месте писания сказано подобно тени недолго продержится. то есть мы понимаем что Божья тень имеет вечную природу. Не Божья тень имеет временную природу. Она недолго продержится. И я верю сегодня мы разберемся с некоторыми тенями. им уже осталось в нашей жизни совсем недолго продержаться. Слава Господу! В какой атмосфере мы ходим? Под чей тенью мы ходим? Задавали ли вы себе вопросы? Мы посмотрим на разные места писания и некоторые из них зачитаем некоторые из них я просто зачитаю. И вы прекрасно знаете где они. Я даже не скажу где они. Некто негде сказал. Помните те кто занимается занимался боксом там 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 есть такая дисциплина бой с тенью где ты у тебя нет противника ты воображаешь противника и ты совершаешь такой бой с тенью или в других восточных единоборствах когда нету спарринга а есть бой с тенью сегодня мы будем сражаться с тенью небожьей и победим ее потому что тень в духовном мире связана непосредственно с личностью и небожья тень связана с небожьими личностями халлелуйя мои записи давайте сначала разберемся и посмотрим на небожьи тени основные небожьи тени в книге Иова в книге псалмов и в некоторых других местах в пророках есть такие описания зачитываю мрак тени смертной они знакомы с ужасами смертной тени ибо если иду и долиной смертной тени то не убоюсь зла потому что твой жезл и твой посох успокаивает меня посох и жезл сила и власть божья бог бог имеет и силу и власть жезл власть посох сила они успокаивают нас во мраке и тени смертной видел ли ты врата тени смертной тень смертной имеет врата портал они сидели во тьме люди и сени смертной так же сказано вывел их господь из тьмы и тени смертной давайте посмотрим Исайя только 9 глава 2 стих и это местописание используется так же где в новом завете в евангелиях Исайя 9 глава 2 стих народ ходящий во тьме увидит свет великий на живущих в стране тени смертной свет воссияет видите тень это некоторое измерение в духе духовное можно ходить в духе можно ходить во свете но этот народ ходил во тьме это не значит что жизнедеятельность этого народа была только ночью а днем они спали нет духовно этот народ был погружен во тьму и они ходили во тьме тьма как атмосфера тьма как покров говорится здесь тьма как некая субстанция обволакивающая и покрывающая на живущих в стране тени смертной страна это регион тут уже говорится о тени смертной регионально то есть есть региональные тени смерти что такое смерть это все что несет смерть смерть несет смерть смерть никогда не несет жизнь что такое смерть это разрушение это поглощение это увядание это дегенерация это старение это увядание это запустение смерть она имеет много побочных эффектов когда она приходит с собой потому что она приносит себя и свое влияние и мы знаем что смерть это ангел смерти да который имеет свое влияние и высвобождает свое влияние но свет воссияет и когда сияет свет жизни Божией тень тьма смерти должна уходить это закон в духе который не может измениться итак здесь мы прочли в этих местах писания что есть тень и вот мы ее идентифицировали в слове первая тень с которой мы должны разобраться это тень смерти мрак тени смертной это тень это покров это атмосфера тени смертной и это связано со смертью и мы можем с этим разобраться потому что наш Бог Бог жизни он дает нам жизнь он есть жизнь и он дает нам силу жизни неперестающей итак давайте разбираться поочередно именем Иисуса Христа я выхожу прямо сейчас из-под влияния всякой смертной тени мрака тени смертной я выхожу из страны тени смертной я не хожу больше во тьме и отказываюсь ходить во тьме я выхожу из этой из этого региона из этой атмосферы из этой субстанции и влияния тени смертной я выхожу из долины тени смертной прямо сейчас и я принимаю власть твоего жезла и силу твоего посоха и я беру твой жезл и твой посох который ты даешь мне благодарю тебя господь за ту власть и силу которую ты даешь народу своему и которыми ты благословляешь народ свой я выхожу из влияния тени смертной и врата тени смертной портал тени смертной больше не влияет на меня и я отсекаю его от себя именем Иисуса Христа я выхожу из всякого симптома и синдрома и влияния тени смертной такой как угасание увядание болезни немощи слабости всякая дегенерация всякое гниение всякое увядание всякое запустение уничтожение и поглощение тени смертной больше не влияет на меня верой я выхожу из этого региона плена и выхожу из этого влияния именем Ишуа кто есть моя жизнь Бог которому я служу Бог жизней Он дает жизнь Он есть им жизнь и жизнь с избытком я принимаю и я вхожу в тень жизни во влияние жизни под покров тени жизни и силою жизни не перестающей как священник по чину мелхисадека состоящий в священстве по чину мелхисадека под главенством первосвященника по чину мелхисадека я изгоняю смерть из своей жизни и из своего дома тень смертная вон из моей жизни и из моей семьи во имя Ишуа Машияха пришедшего из Назарета тени которым я буду повелевать убегайте во имя Ишуа аминь вау я это переживаю не знаю переживаете ли вы песни песней 2.7 откуда я взял это что тени убегают песни песней 2.7 и там в другом месте тоже песни песней есть заклинаю вас чери Иерусалимские серными и полевыми ланями не будите и не тревожьте возлюбленной доколе ей угодно прошу прощения 2 глава 17 стих не 7 до доколе день дышит прохладой пусть день новый день божий день день господень дышит духом божьим и высвобождает прохладу и влияние духа божьего в нашей жизни и убегают тени пока день дышит прохладою тени убегают поэтому день новый день день господень дышащий прохладою духа господнего дня и мы в духе в день господень в духе господнего дня находимся и мы дышим и принимаем эту прохладу божьего руаха и пусть всякие тени которым мы будем повелевать убегают мы я повелитель теней вот так повелитель теней мы верующие повелители теней почему потому что мы не дети тени не дети ночи а дети жизни дети не дети смерти а дети жизни дети света и дети света всегда повелевают теням и так мы повелевали и будем повелевать тени смертной и у нас и жезл посох божий он на нас и с нами также во имя Ишуа в евреям восьмая глава пятый стих сказано чтобы мы не служили образу и тени небесного видите образ и тень связаны каждая личность в духе хорошая или плохая это образ она имеет образ а образ высвобождает тень бросает тень поэтому разрушая негативные тени мы разрушаем негативные образы и разрушая негативные образы мы разрушаем негативные тени в ветхом завете во многих местах священное писание говорит что под тенистыми деревьями устраивались жертвенники в тени деревьев устраивались жертвенники идолам и происходили ритуалы посвящения идолам и соответственно бесам ритуалы возложения жертв на жертвенники в тени под покровом итак вторая тень с которой мы разбираемся сейчас это тень идолов это тень идолопоклонства это тень идола жертвенного я раскаиваюсь Господь за всякое поклонение идолам за всякий идольский жертвенник который я когда-либо устроил под тенью тьмы и заключил заветы с тьмой через жертвенник и через жертву и через идола жертвенная будь то в моих мыслях словах делах или в служении и в жизни я отрекаюсь от идолопоклонства от идольских жертвенников и от идольских жертв и жертвоприношений и ритуалов в какой бы форме и проявлений они не были бы в моей жизни даже те о которых я и понятия не имел что я это делал я отрекаюсь и отвергаю их и отсекаю их мечом божьим именем Иисуса Христа из Назарета я выхожу из тени сени влияния идолопоклонства из-под влияния идолопоклоннической тени и идоложертвенной тени и тени также включая в это оккультных колдовских лжепоклонений лжепоклонений и практик которые также бросали тень на меня я разрушаю эти колдовские оккультные волшебские идолопоклоннические тени именем Иисуса Христа из Назарета в своей жизни и жизни моей семьи и я выхожу сейчас из-под всякого влияния их и я вхожу в сень и тень поклонения Божьего поклонения в Духе Божьем и в истине Божьей как поклонник и служитель Божий друзья мои мы разобрались с некоторыми другими тенями поехали дальше как тень дни наши на земле дни мои как уклоняющаяся тень я исчезаю как уносящаяся тень здесь две тени первая это тень времени и вторая тень это тень это тень Адама это тень человека это тень образа Адама это тень смертного перстного земного это земная тень имя 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 Иисуса я расторгаю всякую связь соглашения взаимодействия и заветы с тенью с тенью времени и с тенью земного перстного смертного образа Адама с которым я был тем или иным образом отождествлен нося образ земного нося образ перстного я отсекаю тень времени и я отсекаю этот образ тени перстного Адама и выхожу из-под их влияния и повелеваю этим тенем убегать во имя Ишуа из Назарета и оставить меня я принимаю тень осенения вечности Божьей и я принимаю осенения образа небесного Адама последнего Адама который я сейчас ношу кто есть им дух животворящий и вы знаете когда мы носим образ небесного кто есть дух животворящий образ господа с неба мы имеем тень этого образа петра 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 и когда эта тень касалась других они получали исцеление тень небесного образа господа потому что мы облачаемся в образ господа иисуса христа и оделись в этот образ эта тень становится нашей тенью и мы бросаем эту тень и эта тень как духа животворящего касается всего на что она падает и начинает животворить да будет так в нашей жизни чтобы ваша тень моя тень тень Дмитрия Фареса Мооза так же сходила и падала на других что есть тень господа моего иисуса Христа который с неба образ небесного который я одел и ношу чтобы этот образ бросал небесную тень моего господа и распространялось господство главенство и влияние моего господа через эту тень с которой я отождествился и в которой я хожу во имя Иисуса Христа из Назарета Амин тень приходит от деревьев мы уже видели так же и особенно в те времена нужно было найти дерево чтобы быть в тени или так же натянуть палатку следующая тень с которой разберемся мы мы знаем что есть два сверхъестественных дерева дерево жизни и дерево познания добра и зла и иногда все еще какой плод этого дерева познания добра и зла познания знания добра и зла но не так как видит его господь а так как видим его мы это проблема этого дерева когда мы принимаем плод познания мы начинаем видеть добро и зло но не так как господь хочет чтобы мы это видели и у нас появляются свои критерии познания добра и зла это дерево обязательно поведет нас к дьяволу именем Иисуса я раскаиваюсь и отрекаюсь от вкушения плодов познания от дерева познания добра и зла и отрекаюсь от того что я сидел под тенью этого дерева именем Иисуса я выхожу из тени дерева познания добра и зла и больше не буду сидеть и находиться под влиянием покровом и атмосфера этого дерева в моей жизни пусть дерево познания добра и зла будет разрушено и не имеет никакого влияния над моими мыслями во имя Шуа из Назарета и я вхожу полностью чтобы сидеть в тени дерева жизни и быть осеняемым сенью жизни Божьей жизней Божьих Божьих Хаим Зоуяс Божьих чтобы эта жизнь орла жизнь льва жизнь тельца и жизнь человека они просто покрывали меня и дом во имя Ишуа амин еще осталось несколько теней друзья мои с которыми мы с вами разберемся видите мы совмещаем полезное с приятным то есть другими словами мы совершаем практически определенные вещи в Исаии 30 главе 2 стих 3 стих сказано что ты укрылся и нашел убежище под тенью Египта под тенью в другом месте сказано фараона фараона под тенью Египта под тенью фараона что это Египет это система рабства это система этого мира и даже верующие мы иногда находим и пытаемся найти убежище и укрыться в тени фараона и Египта найти покой будучи порабощенными системой найти покой в рабстве фараона сейчас это все меняется имени Моишуа я раскаиваюсь перед тобой Господь Отец за то что возвращался в Египет возвращался под сень Египта чтобы найти покой и убежище там чтобы разрешить свои проблемы там силой фараона пытаться прибегать к тени Египта и к тени фараона и находился в определенной завете и связи с этим пытался получать что-то от системы этого мира насыщаться и питаться и поддерживать свою жизнь в этой тени фараона и Египта в этой системе написано проходит образ мира сего проходит он но в этой мимолетной проходящей системе которая не способна поддерживать я пытался возвратиться и находить какую-то поддержку неоднократно даже в своих мыслях и в своем воображении раскаиваюсь в этом и отрекаюсь от каждого такого случая мысли и действия отсекаю от себя тень Египта отсекаю от себя тень фараона фараон буквально в переводе значит великий дом отсекаю себя от этого великого демонического дома от этого царя демонического от этого царя рабства и плена о рабстве отдельно еще будем говорить друзья мои и выхожу из-под тени фараона и из-под тени Египта выхожу и никогда больше не возвращаюсь туда но вхожу в тень царя кто есть Господь Иисус Христос вхожу под осенение Сиона Нового Иерусалима под осенение Града Божьего вау Иссень Египта Иссень фараона разрушены именем Шуа Машияха из Назарета Амин Последняя не последняя в Писании но последняя основная которую мы рассмотрим тень с которой мы разберемся с вами это Экклезиас 7 глава 12 стих потому что под сенью ее кого мудрости хороша мудрость с наследством и особенно для видящих солнца ибо под сенью ее тоже что под сенью серебра есть сень мудрости есть сень серебра мы не будем сейчас брать сень мудрости потому что это одна из сень о которых говорится в Священном Писании и в которую мы будем входить но сень серебра это некоторая тень покров серебра и если мы посмотрим в негативном понимании то это сень мамоны мамоны мамона это дух то есть последняя сень это сень духа это сень духовных личностей если это дух зависти это сень зависти если это дух похоти это сень похоти потому что каждый дух имеет образ и каждый образ бросает тень сень высвобождает поэтому сейчас Господь я раскаиваюсь за всякое взаимодействие заветы взаимодействие связи и соглашения и пакты с духом мамоны и со всяким другим демоническим духом через которые я позволил им влияние на свою жизнь чтобы они набросили свою сень свою тень и высвободили свою атмосферу на меня я отрекаюсь и отсекаю всякую демоническую сень тень всякую тень падших ангелов всякую тень духов и злых духов и бесов и нечистых духов кто бы вы ни были я разрушаю все эти заветы и соглашения и эти сени будь то над моим умом над моим разумом над моим сердцем над моей душой или или даже телом все эти регионы все эти влияния и атмосферы падших ангелов бесов нечистых духов демонов я повелеваю убираться тени пошли вон во имя Иисуса и все вы бесы и демоны которые с этим связаны пошли вон да будет закрыт доступ для вас я нахожу покой и вхожу глубже подсень слова Божьего подсень духа Божьего духа святого духа истины духа праведности духа любви духа благодати духа Господнего духа премудрости и разумения духа совета и крепости духа ведения и страха Божьего духа пророческого духа мудрости и откровения подсенью этого духа я буду находиться и пребывать и в регионах этого духа святого руах Хакадеша я буду пребывать под его покровом а всякий демонический духовный покров покров падших ангелов разодран на куски и сожжен огнем Божьим во имя Иисуса из Назарета Аминь И сейчас друзья давайте примем просто верой чтобы тень Божья в разных ее проявлениях пребывала на нас Давид говорит я говорю за себя и вы говорите за себя в тени крыл твоих укрой меня в тени крыл твоих я покоен в тени крыл твоих я укрываюсь в тени крыл твоих я возрадуюсь что это за тень крыл это тень Божьего присутствия в тени твоего присутствия я пребываю я живу под кровом покровом Всевышнего и под сенью тенью всемогущего я покоюсь вы знаете одно из интерпретаций этого слова тень вот там вот в этом псалме это мысли Божьи что такое сень Божья сень всемогущего это его мысли когда я мыслю мыслями Божьими я нахожусь в абсолютной защите и полностью в полной безопасности поэтому враг будет пытаться чтобы мы думали так как думает он потому что каковы мысли в душе человека таков и он поэтому покров мыслительных процессов Божьих покров менталитета Божьего покров его разума ума покров его образов мыслительных в этом покрове я нахожусь мы находимся Амин Песни песней 2 глава 3 стих вроде ж я читал что яблоня между лесными деревьями то возлюбленный мой между юношами в тени ее яблони я люблю сидеть и плоды ее сладки для гортани моей освежи меня яблоками он здесь говорит я верю что скорее всего это не имеется ввиду наши яблоки какие мы едим в России скорее всего я верю это гранатовое дерево но это так как по мне это гранатовое яблоко это гранат и это яблоко здесь и это дерево это прообраз дерева жизни и мы говорили что под этим деревом Суламита говорит я люблю сидеть мы должны научиться любить сидеть под покровом Божьим под Божьими покровами различными и вкушать плоды и они будут сладки для гортани нашей эти плоды благодати поехали дальше Иакова посмотрим первая глава 17 стих Иакова первая глава 17 стих всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов у Которого нет изменения и ни тени перемены Бог не изменяется у Него нет тени перемены когда Он движется Он не бросает тень перемены Он проецирует тот кто Он есть им всегда поэтому мы всегда можем доверять Богу потому что Он стабилен но в этом месте Писания здесь специфически говорится о чем что Отец наш Светов постоянен в благости не позвольте дьяволу и никакому человеку сделать сделать так чтобы вы усомнились благости Божьей суды Божьи они благи суды Божьи они неразрушительны дьявол будет пытаться сделать так чтобы мы усомнились были были у нас какие-то негативные переживания в жизни знаете человек уходит раньше времени служители иногда умирают и другие говорят это Бог судил их друзья мои друзья мои есть другие вещи которые убивают людей и даже верующих при чем тут Бог вот Бог судил его это мои суды Божьи тут пришел он там пару бутылок пива выпил и я его убрал с этой земли друзья мои не позволяйте дьяволу сделать так чтобы вы усомнились в благости Божьей он постоянен в своей благости я высвобожу тему скоро а разницы в судах Божьих и в судах дьявола люди просто это смешивают все воедино и не видят никакого различия то есть что это такое я принимаю от отца светов эти светы различный спектр светов различные грани этих светов я принимаю на себя прямо сейчас и на дому я беру это верой я беру это всякое даяние благое и всякий дар совершенный больше и больше и больше и постоянно постоянно и постоянно прости господи что сомневался в твоей благости ибо ты постоянен твоей благости и под сенью твоей благости милости благоволения я и дом мой находимся во имя Иисуса оу борща саканет ияма куна поехали дальше давайте посмотрим первое царство что связано с тенью там четвертое царство двадцатая глава друзья мои одиннадцатый стих четвертое царство двадцатая глава одиннадцатый стих и вызвал Исайя пророк господу и возвратил тень назад на ступенях где она спускалась по ступеням Ахазовым на десять ступеней десять число это порядок Божий по порядку Божьему тень возвратилась что мы из этого можем взять для себя и это было знамение знамение а то что это говорит о способности Бога и о способности пророческих Божьих людей нас с вами друзья мои поворачивать события и время вспять господь мы принимаем что ты есть Бог который поворачивает тень обращаешь тень назад который способен поворачивать события и время вспять назад и мы принимаем от тебя такую способность поворачивать время и события вспять конечно по твоему водительству и всякое злое демоническое не Божье событие и время которое сейчас тем или иным образом присутствует и действует и влияет на нас именем Иисуса Христа из Назарета я поворачиваю и обращаю вспять эти тени этих событий и времен тьмы и зла обернитесь спять и убегайте и отступите во имя Ишуа Шма 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 Халлелюя Поехали дальше друзья мои Халлелюя Исайя 32 2 Исайя 32 2 Что там в Исайе 32 2 Давайте с первого Вот царь будет царствовать по правде и князья будут править по закону Есть царь который царствует по правде Это царь с большой буквы здесь Это Господь Иисус Христос Но есть князья наместники которые будут править по закону и это мы И каждый из них каждый из нас будет как защита от ветра и покров от непогоды как источники вод в степи как тень от высокой скалы в земле жаждущей И очи видящих не будут закрываемы и уши слышащих будут внимать и сердце легкомысленных будет уметь рассуждать и косноязычные будут говорить ясно Господь Ты есть царь всех царей Ты есть царь мира и царь праведности и Ты царствуешь по правде но у Тебя есть князья у Тебя есть принцы у Тебя есть наместники тысячи тысяч и Я один из них и Я буду править в Тебе по закону и Я буду как защита от ветра и покров от непогоды как источники вот в степи и как тень от высокой скалы в земле живущих чтобы очи видящих не были закрываемы и уши слышащих внимали чтобы сердца легкомысленных умели рассуждать и косноязычные говорили бы ясно я принимаю эту благодать от моего царя всех царей вы знаете вы знаете в священном писании также говорится в некоторых местах что Бог притворяет смертную тень в ясное утро и выводит на свет тень смертную поэтому наша атмосфера это ясное утро кто-то в сумерках постоянно пребывает мы выходим из этих сумерок нам не нужны сумерки нам не нужно сумеречные эти переживания и жизнь в сумерках мы отрекаемся и сгоняем эти сумерки эти тени мы живем во дне мы живем во свете мы живем в ясном утре как дети света это наша атмосфера это наша сень это наш покров давайте еще посмотрим на несколько сений давайте посмотрим друзья мои Исайя сейчас мы в Исайе немножко покопаемся 25 глава 4 стих ибо ты Бог был убежищем бедного убежищем нищего в тесное для него время защиту от бури тенью от зноя ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены гневное дыхание тиранов которые тиранизировали которые угнетали которые разрушали эти духи тьмы и зла оно было подобно буре против стены они гневно дышали на нас и против нас но эта стена убежища это твоя стена спасения это твоя стена огня которой ты окружаешь нас и дома наши и все это гневное дыхание тиранов и сил тьмы отскакивает от этой стены и разрушается этой стеной и так будет всегда и постоянно во имя Иисуса разрушения и гневное дыхание тиранов и этот дух разрушения которое они высвобождают из своих уст не достигнет нас потому что вокруг нас и домов наших стена Божьего покрова и защиты во имя Иисуса Христа из Назарета как зной вместе безводным ты Господь укротил и укращаешь буйство врагов как зной тенью облака ты обволакиваешь нас своим облаком своей славой и ты подавляешь ликование притеснителей и сделает Господь совов на горе сей на горе сион для всех народов трапезу из тучных явств трапезу из чистых вин из стука костей из самых чистых вин и уничтожит на горе сей покрывало покрывающее все народы покрывало покров тень лежащая на всех племенах поглощена будет смерть навеки и отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле ибо так говорит Господь Аллилуйя этот покров безопасности Божьей на нас Исайя 49 глава скоро подходим к концу друзья мои 49 глава 2 стих и соделал уста мои как острый меч тенью руки своей покрывал меня и соделал меня стрелою и застренную в колчане моем хранил меня 51 глава 16 стих и я вложу слова мои в уста твои и тенью руки моей покрою тебя чтобы устроить небеса и утвердить землю и сказать Сиону ты мой народ слово там устроить небеса так же значит насадить небеса и так есть покров тень руки Божьей о да будет на мне на нас на доме моем на всех нас слышащих участвующих в этой молитве тень твоей руки всегда на нас покрывай нас всегда тенью руки своей и сделай нас стрелою изостренной покрывай нас тенью руки своей и утверждай небеса и насаждай небеса в нас и утверждай землю утверждай нас как народ твой и пусть твоя сень руки твоей твоей силы твоего влияния твоего действия твоего воздействия присутствие твоей руки как сыновей правой руки которых ты укрепил для себя как вениаминов твоих да пребывает и покрывает нас семьи жилища и общины наши Аллелуя оси 14 18 последнее местописание пророк оси 14 18 не подождите какое 14 18 оси подождите 14 8 там 18 стиха нету возвратятся сидевшие под тенью его будут давайте посмотрим раньше с третьего стиха возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к господу говорите ему я это говорю ему сейчас вы можете повторять отними всякое беззаконие и прими во благо и я принесу жертву уст моих ассур ложный дух бесовское демоническое негативное человеческое не будет уже спасать нас не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших боги наши потому что у тебя милосердие для сирот уврачуй исцели от падения наше возлюби нас по благоволению ибо гнев твой отвратился от нас ибо Господь Иисус Христос на себя принял весь гнев твой возвратимся сидевшие под ложной тенью в твою тень в твою сень в твой дом в твои покои да будем изобиловать хлебом и расцветем как виноградная лоза да будем славны как вино ливанское что мне еще дело до идолов услышь нас и призри на нас да будем как зеленеющий кипарис и от тебя Господи да будут нам плоды кто мудр чтобы разуметь это кто разумен чтобы познать это ибо правы пути Господни и праведники ходят по ним а беззаконные падут на них благодать Господа Иисуса Христа добудется всеми нами аминь аминь